всем привет меня зовут сергей приветствую на канале 1серж23 итак я занимаюсь погодным плаванием либо это можете называть на задержке дыхания либо можете называть это при дайвингом то есть как угодно без разницы суть происходящего это не меняет в данном ролике я вам расскажу о том о чем вам не расскажут инструкции не один инструктор по фридайвинг потому что основная задача инструктору по фридайвингу чтобы в этом семейне думали это не допустить происшествия у себя на тренировках то есть если к нему пришло ну грубо 5 человек на тренировку то есть вот пять человек должно быть из тренировки не надо такое допустим что пришло пять человек 4 ушло а пятый остался то есть ну просто тренировки то есть его закопали вот это инструктору нахер не упало и поэтому они не будут вас обучать технологии которую я вам расскажу потому что у инструкторов вообще во фридайвинге одна из основных основ это безопасность безопасность то есть вот несмотря на то что вид спорта очень опасным безопасность это стоит всегда во главе вот но есть еще такая тема инструкторов которые занимаются не фридайвинг который занимается спасением спасением утопающих то есть спасатели так называемый и вот эта техника которую сейчас расскажу она относится техники спасателей в чем заключается ее фишка фишка заключается в том что вы можете можете с любой человек подготовленный конечно может совершенно спокойно не делая допустим каких-то там сильных там подготовительных там раздышивание то есть там подготовительного дыхания там и все остального не беря в грудь воздуха а в нырять на отсутствие воздуха то есть погружение на выдохе то есть и она может проходить абсолютно спокойно абсолютно безопасно и абсолютно комфортно без использования груза причем что фишка почему без использования груза потому что без использования груза по совершенно спокойно ваш получше нейтральное тело она практически отлично то есть если вы не взяли воздуха вы можете спокойно уйти на дно даже на полтора метра, на метр без малейших проблем на 2 метра, на 5 метров тоже без проблем делать проныры при этом воздуха у вас не будет то есть когда мне инструктор, которым я занимаюсь обучал этой технологии сначала мне не доходило то есть не доходило и не приходило то есть когда я ее разговаривал с инструктором по фридайвингу то есть мне отговорили дурак это смертельно опасная фишка мы так не делаем это вообще крайне запрещено потому что это смертельно опасно не делай так ну как его называется как я уже объяснил это психология фридайвинга потому что она исходит из другого вот, но допустим посмотрите, почему спасатели ныряют на полном выдохе ну практически на полном выдохе то есть не выдавливая из себя воздух то есть они делают спокойный этап и пошел то есть это вот когда ты сделал вот такой выдох ты выдохнул процентов 60 воздуха из легких то есть легкие свободные но у них все равно еще воздух есть процентов 30 то есть воздуха у тебя еще сохраняется в легких то есть ты вот ты можешь сделать до выдоха вот, когда ты сделал до выдоха вот до выдоха делать не надо А вот просто вот такой спокойный выдох, вот насколько выгодно всего, и ты дальше пошел под воду То есть, например, почему это делают спасатели? Потому что они занимаются спасением, то есть они занимаются спасением утопающих И они эту технику разрабатывают То есть, когда ты находишься на лодке или на чем-то, и тебе нужно достать человека, который утонул У него нет, тонет, ушел только что на дно, у тебя нет времени физически, нет времени не раздышаться Сколько стоит занимает подготовительное дыхание? Минуту-две, ну, по-хорошему, то есть ты вот спокойно расслабляешь То есть обычный фридайверский нырок Фридайверский нырок отличается от спасательного нырка, капитально То есть в фридайверском нырке ты готовишься У тебя восстановительное дыхание, то есть ты, допустим, расслабован Потом ты делаешь вдох и пошел, все А спасательский нырок у тебя времени на эту всю херню просто тупо нет То есть вот у тебя есть человек, если ты садишься и две минуты раздышиваешься, то есть готовишься к погружению Ну, то, вероятнее всего, нырять-то уже особо не надо, то есть его уж течение нанесло и утонул А вот они им надо срочно, и что они делают? То есть они берут, делают вот такой выдох и пошел И в этом случае ему хватает, когда мне этот, он спасает человека То есть задача вот такая Она абсолютно оправданная, абсолютно нормальная Вот, сколько можно проплыть на таком, ну вот, на выдохе? Я проплывал спокойно на наласти полтуз То есть, ну, правда, после подготовительного дыхания То есть подготовительное дыхание, без гипервентиляции То есть спокойный вдох и погнал Выдох и пошел На полтуз хватает без вообще, без малейших проблем у наласти То есть, потому что, когда мне объясняли данную технологию Мне сказали следующее, что пойми головой просто То есть самое главное, все, что происходит в процессе, происходит в голове Конечно, не только Это осознание и понимание процесса То есть, если бы не было осознания и понимания То, наверное, люди бы не занимались этим спортом и тому-либо просто махом Вот, а когда есть осознание и понимание То вот, все вот таким макаром, все вот работает То есть, что у тебя получается Когда ты делаешь вдох, ты вдыхаешь кислород А делаешь выдох, ты выдыхаешь углекислый газ по-любому Вот, и когда ты делаешь резкий выдох углекислого газа То, в принципе, у тебя в крови кислороду дожегло То есть, его хватает И тебе хватает, надо понять, насколько тебе его хватает Я начинал с проныров на выдохе с 20 метров То есть, там, опустился, там сначала пятачок поднялся, ну, разнырялся Вот, потом по пятачку проплываешь, допустим, там 25 метров То есть, всплыл, вот, быстренько сначала Вот, потом медленнее, медленнее, медленнее А потом ты понимаешь, что, в принципе, разницы нету Что ты плывешь, допустим, на выдохе, что плывешь на вдохе Разницы нету Разница принципиальной заключается в следующем Когда ты плывешь на выдохе, тебе груза не нужны То есть, они нужны по минимуму, чтобы компенсировать гидрокостюм, который на тебе есть А когда ты плывешь на вдохе, тебе нужен груз Помимо компенсации гидрокостюма, тебе нужен еще груз, который бы компенсировал запас воздуха Чтобы ты получал нейтральную плавучесть Вот, а без гидрокостюма ты можешь нырять спокойно Вот и все Ты можешь использовать при нырке на выдохе Использовать эту технику Совершенно спокойно Для пронырования любой дисциплины, допустим, этого, как ее называется Но единственное, что нужно четко за собой следить Следить за своим самочувствием В принципе, можно, кстати, вот я делал такую штуку Делал стачку на полном выдохе То есть, вот ты делаешь не такой выдох, а ты полностью выдавливаешь Плюс еще, то есть, вот как, допустим, ты занимаешься йогой когда То есть, ты делаешь полный выдох, допустим, перед тем, как сделать убьяму банк Вот, на данном этапе, например, ну вот, можно уйти под воду Ну, со страховкой, конечно, со всеми делами Вот, с подстрахующим обязательно, в данном случае без этого никак Можно совершенно спокойно тренировать стачку на полном выдохе То есть, это тоже можно делать Уходить под воду на полном выдохе вообще легко То есть, там буквально и ты под воду, и все классно Вот Тебе легко Когда у тебя не раздавливает, не давит грудную клетку Ты, когда занимаешься пронервом на выдохе, тебе легко Но надо с собой очень четко контролировать свои ощущения При малейшем дискомфорте Например, чувствуешь, что ты, например, делаешь штатик У тебя начало что-то, немножко начало что-то со стороны сердца, например, подзадавливать Все, дальше не надо Всплывает Все Не надо ждать ничего То есть, делаешь, например, проныв на выдохе Чувствуешь, что появился дискомфорт Начали болеть икры или еще что-то Вот какие Ну, у каждого свои вот такие вот дискомфортные вещи Когда все, ты всплываешь Почувствовал Наверх Не надо ничего продолжать Все То есть, ты после упражнения, проплыва на выдохе Ты должен всплывать комфортно Это то же самое, что, например, ты делаешь, ну, к примеру, занимаешься йогой Вот, ты делаешь, например, там, аднесару, там, или там, убьяну, там, или еще что-то То есть, ты делаешь столько, чтобы потом, когда ты остановил упражнение Тебе не, ты не срывался, задыхаясь То есть, вот ты сделал, допустим, там, 30 походов аднесара Простой, к примеру, да Вот И ты чувствуешь, что все, башка, башка отрубается То есть, ты все практически на грани потери сознания Тебе тянется дышать Вот Это уже ты перебрал То есть, надо делать поменьше И походить к этому постепенно То есть, вот Но это, говорю, это формирует йога То есть, йога очень классно формирует психологию, сознание, самоощущение Вот, я бы вот так и охарактеризовал То есть, когда ты занимаешься йогой, ты не идешь дальше То есть, например, ты никогда не получишь, занимаясь, допустим, йогой Не получишь блок-аут Ну, ты можешь, конечно, это Йоги там есть, которые ласт склеивают Замедляют дыхание настолько, что там практически все Там, его откачивать надо Но это отдельный адепт, который, в принципе, там К ним основная масса народа не имеет отношения А вот, для тех, кто занимается этим самостоятельно Либо там с инсульторами, там, или еще что-то То есть, вот, есть психология Стало плохо, остановиться Все Ты не перешагиваешь эту границу То есть, тебе она не нужна Но каждый раз она становится дальше Все То есть, это и есть смысл тренировки Каждый раз ты делаешь что-то больше То есть, вот, ты, например, там В Приданьке, например, начал плавать Ну, примерно, чем новичок, там, 10 метров Проплыл под водой Выдохся, все, у тебя воздуха нет Там, потом, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 А дальше пошло, там, разворот 70, 80, 90 Прогрессия есть При занятии, при активных тренировках Есть прогресс Вот этот прогресс, ты его постепенно За счет тренировок Ты его увеличиваешь и смещаешь Вот и все Но, как еще раз говорю Данная техника Применять ее на открытом водоеме Нужно только, если вы занимаетесь спасением То есть, когда безвыходная ситуация Нужно срочно нырнуть Тогда вы делаете выдох Ныряете Вы можете спокойно донырнуть Вот, ныряя на выдохе Вы можете спокойно донырнуть Но нужно четко знать Сколько ты можешь донырнуть Насколько тебя хватит Вот Потому что, если ты пойдешь дальше То есть, то есть, шанс, что ты не встыешь Это все То есть, эту технологию То есть, нужно для себя В бассейне очень четко отточить А на открытой воде использовать её только в том случае, если возникла ситуация, что нужно кого-то спасти. Во всех остальных ситуациях плавать в открытой воде, на мой взгляд, на выдохе, это абсурд и глупость. И первый шаг к самоубийству. То есть это неправильно. Этим не надо заниматься. То есть это убийственная технология в полном смысле этого слова. Но когда она необходима, ты можешь её применить. Вот это знание, оно нужно. То есть у меня где-то раз в месяц проходят тренировки, когда я всю тренировку ныряю на выдохе. То есть при этом я ухожу и на пятаке, я ныряю на выдохе, и в длину ныряю на выдохе. То есть когда и задержка идёт на выдохе. То есть эта целая тренировка, она посвящена. Один раз в месяц я занимаюсь такой тренировкой. Она полезна. Она полезна для осознания собственных узелок. Вот. А сейчас, в следующем ролике, я сейчас сниму ролик вам о том, как с пользой провести для себя время допустим в Турции ну к примеру в отдыхе если вы не владеете технологией проныра на выдохе то в принципе если вы не едете в специальный фридайверский тур то это будет вам ситуация недоступна так что вот будет вопрос как всегда через почту почта 11723 собака моего.ру пишите обязательно отвечу но как еще раз говорил во всем на протяжении всего ролика всегда надо следить за своим самочувствием всегда четко осознавать где та граница когда нужно все прекращать это очень неимоверно важно это очень важный и нужный аспект который должен понимать каждый человек который ныряет под воду он должен знать свои резервы а осознание своих резервов это только тренировка и желательно под инструктором но имеется ввиду что инструктор должен должен вам давать задание что на увеличение на увеличение он потому что когда находится сверху он понимает что он делает а вы нет вот потому что крайне редко есть такие наверное индивидуны которые например четко отдают себе отчет что он может все как угодно ну обычно кончается блэком там или еще чем-нибудь так что все спасибо за внимание подписывайтесь на канал не забывайте до свидания